здравствуйте дорогие друзья сегодня мы продолжим моделирование я подготовил чертежи сегодня у нас будет парта так как мы уже сделали с вами стул теперь нужен к нему стол вот он в принципе не такой сложный построение будет почти такое же как и со стулом но за исключением того что объект будет другим так переходим в 3d max таким же методом выбираем бокс и делаем построение можно делать моделирование в разных файлов по отдельности так удобнее работать ну когда объектов немного каждый выбирает сам как ему удобнее в перспективе их удобнее сохранять и потом встраивать новую сцену так какие у нас габариты сейчас мы посмотрим так ширина высота глубина да сейчас мы сейчас мы зададим высота у нас 750 как выставил почти точно 750 так это у нас что идет это у нас идет глубина глубина партия 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 идет у нас 500 а ножки 400 ну зададим по столешнице да это у нас будет 500 так высота 750 глубина 500 так теперь ширина партия у нас 1100 миллиметров да задаем их и сейчас так габаритный бокс нас готов теперь будем делать построение я думаю что возвращаться к тому что было на прошлом уроке не стоит чтобы не отнимать время в процессе я буду напоминать в принципе все видно на экране а горячие клавиши я думаю лучше всего отдельно найти этот список посмотреть что отвечает какая клавиша и постепенно использовать их так включаем с вами привязку нашу нашу и будем строить столешницу также цепляемся за один из углов тащим вниз так чуть вверх отпуска столешница у нас также 16 миллиметров есть переключаемся и ставим ее на место также цепляемся и переставляем столешницу мы поставили так дальше так дальше у нас идет наверно ножки будем делать металлический каркас так 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 по бокам есть вот ступна не указан сколько примерно сориентируемся так 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 мы задавали по 2 миллиметра вроде бы прошлый раз так здесь мы задаем 2 миллиметра это мой 2 сантиметра это у нас 20 миллиметров поставим каком-нибудь краю принципе сколько там 734 с учетом столешницы нашей так есть наша ножка там еще идет каркас под партой у нас здесь проходит здесь так смещение какое здесь может быть смещение уберем наш бокс сторону думаю по 5 сантиметров где-то будет сейчас построим вспомогательный так я не вижу там строится у нас по 3 миллиметра 30 сейчас поставим здесь думаю на таком расстоянии будет нормально но если нет еще добавим в основном указаны габаритные размеры самое главное это и есть так вращение напоминаю через зажатый аль и среднее колесико мыши у нас производится так переключение f3 также в 3 нажимаете у вас и он отключается думаю что так нормально будет скопируем этот бокс вспомогательный на остальные грани так я думаю мы одну сторону построим потом перенесем ее туда так скопируем эту ножку так и в 3 так зажимаем shift и переносим здесь поставили так ножки поставили дальше что тут у нас так поперечный каркас да он идет у нас вокруг так сейчас мы его будем возводить таким же методом берем бокс и тянем его до другой точки что то занесло меня тут так я думаю перейти в режим только видимость этой парты так у нас аль и критю английская чтобы остальные объекты нам не мешали в сцене возьмем бокс и поперечный каркас в принципе привязка от одного угла до другого высоту отпускаем и задаем тоже там 20 сша в том ее когда нет неправильно я просто думал нет саши по на место нет копия это у нас будет нижняя ножка эти так z возвращаться к виду из-за того что у нас все растянут он теряется так посмотрим она у нас 400 в длину так с какой стороны у нас будет передняя часть так отключим режим этот видимости так вот эта часть у нас будет передняя ту ножку будем сейчас сдвигать так так снова переключаемся в режим выделено вот так так же здесь не указано конечно на сколько ну примерно мы ее подвинем думаю так будет нормально да точно не попаду но приблизительно есть отлично сейчас мы ее подкоротим немножко чтобы наши грани не торчали друг на цепиться не могу так переведем его в эти то быть более редактируемый полигон это частая функция которая используется при моделировании сложных объектов ну в нашем случае нам просто нужно сдвинуть пару вертексов поставить их на свое место так же цепляемся за грань и переносим вниз если где то что то не успеваете вы вполне можете ставить на паузу отматывать какой то момент пересматривать но я в принципе работаю в таком режиме что информация должна хорошо усваиваться так как мы хотели сейчас двинем ее на место отключим привязку чтобы она нам не мешала параллельно где то так есть отлично боковую стоечку мы поставили так смотрим что у нас тут дальше 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 в принципе тут все у нас а тут крючок у нас есть но в конце его сделаем вот эти детальные мелочи типа шурупов крючков там итоговые чтобы сейчас на них не отвлекаться так скопируем нашу ножку шифт держим и тащим сюда в принципе инстансом так теперь нам нужно отзеркалить потому что чтобы перенести на эту сторону так вот эта функция отзеркаливания поверхности мир окей оси x нас устроит а нет стоп 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 не по иксу вроде по игреку да по игреку нас устроит так снова берем привязку цепляемся и ставим на место так ой мы забыли эту стойку ладно отдельно ее перенесем я думаю она у нас так перенесется да окей давайте перенесем за какой угол лучше взять так вот за этот можно и за это да нет нет за верх так скопируем за верхний угол есть отлично так вспомогательные уберем они нам вроде бы не нужны ну один на всякий случай в бок уберу так сохраняемся и ток у нас хороший мало ли вдруг все полетит так убираем эту в принципе удалю ее ну что ножки у нас готовы столешница готова теперь еще каркас вот этот поперечный там похоже должна эта планка проходить ну мы ее поставим нам не жалко тут материала много так таким же способом привязку включаем цепляемся за угол так до следующего чуть чуть вниз мы кстати вот эту сделали как и ребро жесткости добавили ну ладно так высота высота у нас 20 это каркас каркас там есть так посмотрим здесь конечно не видно но есть он там или нет но мы его поставим на всякий случай мало ли школьники же прыгают на этих партах еще они с ними только не делают так что лишнее усиление не помешает так есть добавили еще одну дополнительную не знаю вставить или нет так в принципе хватает то что у нас есть так то ребро жесткости поставим также зацепимся за края до другого края вниз 254 но на глаз смотрится нормально давайте поставим весь 54 как так она здесь стоит пускай будет а за минусом плюс 16 миллиметров толщина так есть перенесем ее на свое место поставим также закрываем отлично она у нас на месте ребро жесткости готово что у нас идет дальше а дальше уже а вот здесь какая то планка снизу поставить ее что ли а для жесткости тоже вот тут вот ну давайте добавим здесь она у нас интересно чтобы ноги на нее ставить ну да это было раньше мы не думали что это для жесткости а раньше мы думали это удобно планка для того чтобы ставить на нее ноги ну добавим ее тоже где-то на этом уровне она кажется проходит так или не так что я что то не пойму нужна она здесь думаю лишнее не будет так выходим из этого режима где наш стол вот наш стол добавить что ли еще вторую рядом да ладно так так мы хотели сделать крючки крючки мы будем делать из сплайна линии очень легко быстро так переходим в окно left чтобы открыть окно на весь экран можно либо вот право в нижнем углу нажать функцию развертывания либо также горячей клавиши alt w так у нас окно перспектива ну чтобы перейти на одной из окон достаточно просто щелкнуть мышкой щелкаем на левую проекцию открываем вот у нас спарта она смотрит на нас так фронтально да ну нам это подходит мы сейчас будем здесь рисовать этот крючок так значит переходим shapes линия сплайн так какой у нас там этот крючок ну небольшой ну где то вот так вот ну нарисуем его значит нажимаем мышкой чуть чуть вниз это вот со шифтом это идет ровная линия в разных направлениях без шифта она свободная зажимаем shift чуть чуть вниз нажимаем кликаем shift отпускаем ну и здесь примерно на глаз строим этот крючок какой то ну такой предположим сделаем его плавным здесь вот справа есть меню спускаемся так а нет переходим это в модифай и выбираем вертексы сейчас мы будем их скруглять тут есть функция скругления выделяем два вертекса спускаемся вниз так здесь у нас есть функция филе сглаживания в принципе в принципе нормально один вертекс удалим пойдет да для крючка подкорректируем чуть выше сделаем как то так так два вертекса один по уберу лишнего чтобы не было ну вот так вот так клавиша z к объекту крючок отлично чтобы повесить наш рюкзак на этот замечательный крючок так он у нас будет я так понимаю тоже металлический плоский не цилиндрический так для этого нам нужно его экструдировать значит заходим это вот модифай открыто модифай лист нам нужно экструдировать искать экструд выдавливание в переводе так ну выдавливать сколько у нас там толщина было 20 да ну зададим 20 так есть сегменты нас устраивает так теперь нам надо придать толщину толщина у нас будет модификатор shell да где ты нашел вот он есть что-то он там закорючки такие выдал страшные давай к нам поменьше сколько там полтора миллиметра давайте сделаем ой 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 1.5 через запятую что ли да так наш крючок не сильно ли широкий может может быть сделаем его не по ту кубине в один сантиметр может так он как то лучше смотрится ну давайте так так на ближнюю или на дальнюю стойку мы его поставим сейчас посмотрим а он на дальнюю да вот здесь придвинем-ка его сюда поплотную хорошо крючок наш есть мелочь казалось бы но добавим не жалко лишнего крючка зато будет удобно есть куда поставить свой рюкзак не то что он будет на полу где-то лежать все продумано так он крепится у нас на крючок мы поставим выберем цилиндр воображаемый наш шурупчик винтик установим так где ты там спрятался что то я не пойму где он странное дело исчез так еще раз так ну ты надеюсь построился уже да здесь появился так переносим его на место так здоровый какой-то у нас получается сделаем поменьше вот так сойдет так отлично крючок шурупчиком все дальше эти у нас вот так крепится с двух сторон и здесь насквозь ножки резиновые стойки до поставим их тоже вот эти мелочи они забирают много времени ну доводят до ума так возьмем наш крючок перенесем его на другую сторону скопируем так так также его зеркали ставим на место ставим на место есть так с двух сторон у нас по двум крючком так скопируем наши шурупчики так проверим на месте ли они у нас так проекция фронт так нет 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 вид сверху топ так чтобы они у нас шли по каркасу где-то вот так посмотрим на вид сверху что-то какие-то они тут маленькие чуть побольше сделаем так есть поставим их на две стороны здесь и здесь окей так скопируем их отлично так наши шурупчики на месте все парта уже будет держаться она никуда столешница не слетит так а мы забыли про ребро тоже скопируем его и повернем на 90 градусов так отлично отлично так установлен он вроде у нас на месте так теперь переносим со шифтом так чуть-чуть его в сторону со шифтом копируем второй окей там же их два да так также через контр копируем и переносим на другую сторону эти два шурупчика отлично отлично так можно сделать эти как их называют резиновые вот эти заглушки так берем привязку бокс делаем построение так что то он по нулям вышел так сколько там ну сделаем 9 пусть будет миллиметров да здесь тоже 9 да нет стоп 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 не то удаляем удаляем ничего не было а вот сколько 10 он диаметром же идет у нас чуть меньше сейчас мы над ним немного поколдуем над этой заглушкой так 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 но в принципе здесь чисто работа масштаба где-то там она у нас же отключим привязку заглушка здесь немножко должна торчать так тут нам что понадоб надо перевести его дед поле так режим f3 переходим видимости граней так добавим я немножко ускорился не знаю на сколько вам так подойдет так connect добавим одну грань и немножечко ее подвинем сюда потому что будет выходить вот эта часть то есть заглушкой мы сейчас сделаем больше операции чем с самой партой так выходим из режима f3 переходим в режим макране так выделяем одну грань через control остальные выделим так и сейчас мы их экструдируем выдавим немножко так стоп нам надо вот так вот сколько тут нет нет 30 да поставим 30 минус 30 да ок есть выдавили так попробуем попробуем применить небольшой смуж к нему посмотрим как отреагировать здесь то ли грань лишнее то ли что я не могу понять да что-то не так пошло так почему он у нас так экструдируется ну-ка если по отдельности а не надо надо было наоборот по 30 поставить он вовнутрь вошел вот другое дело посмотрим как он отреагирует на сглаживание нет нет оставим так так где это у нас где наш смуж а вот у меня я машина круглая стала видимо надо еще добавить край ладно оставим так как есть не будем усложнять себя построение в принципе понятно заглушка заглушка скопируем ее со шифтом перенесем есть заглушку поставим ну и скопируем ее также на верх эти две заглушки так подвинем чуть выше поближе вот так так все мы поставили сейчас посмотрим по плану ничего ли мы тут не упустили ну вот это уже перебор если мы будем это лепить в полу вообще не будет видно что там так в принципе вроде все нормально так хорошо теперь наш стул не один уже есть парта кстати говоря чтобы все вот это не терялось а удобно было цельным объектом сейчас мы сделаем объединение стул мы объединим в группу вот здесь в верхнем к левому углу есть группа мы выделили весь стул теперь задаем группу напишем стул можно на английском лучше на английском я написал на русском так вот теперь мы когда хотим взять этот объект то просто кликаем и все что мы выделили и закрепили в группу будет тем объектом при желании если нужно редактировать правую кнопку так не право или право где то разблокировка идет а вот ангруб все объект у нас становится разгруппированным нам это сейчас не надо возвращаемся к тому что было сгрупп что что такое в группе да ctrl z это отмена действия ну или вот стрелочка есть да кстати еще одна вещь когда объект моделируется какой-то сложный желательно сохранять этапы этапы это отдельный файл здесь кажется где то есть или сейф ас сохраняйте или плюсиком потому что бывает так что какой то этап уже не возвратен а именно нужен этот этап сейчас а вы уже далеко ушли и фактически вам приходится делать объект заново так это вот сейф ас ну или вот ну в общем идея вам подал так ну у нас здесь особо ничего такого нет чтобы возвращаться изменять мы просто сохраняемся так на чем мы остановились так мы остановились на группирование так также загруппируем нашу партнер так зададим ей группу имя стол да а не стол парта ну точно окей есть сгруппировано так наш стул поставим возле парты в принципе в принципе в принципе в принципе нормально то есть уже у нас считайте есть один блок который можно уже будет встраивать ну за исключением там остального вот стулья есть парта есть садиться и работать спокойно отключим сетку для дальнейшей конечно использование детализации наложения материала требуется проработка по увеличению количество полигонов ну для более лучшей визуализации потому что все таки один одна грань она будет на ней видно такие разбитые блики что это не то ну нам самое главное это построение общая сцена создания думаю заморачиваться на этом прям сильно не будет ну всем спасибо за внимание надеюсь информация была вам понятна и доступна пишите в комментариях первый видео урок особо не комментировали я так понял все смотрели и работали делами но это тоже хорошо если особо нету никаких замечаний значит все двигается в нормальном русле вот так же в конце хотел выразить благодарность за поддержку группы Алексея Буханского спасибо большое что поддерживаете надеюсь и дальше так же будет все всем удачи хорошего моделирования успешной вам работы спасибо 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 спасибо